У каждого на даче растет мята, в шкафу есть сахар, а в холодильнике найдется лимон и лед. Ведущая сетевого проекта «Самара ГИС» «Дачные секреты семьи Семизоровых» Надежда готова поделиться рецептом классического лимонада, который можно приготовить из этих ингредиентов. Секрет будет в том, что мы разотрем мяту с сахаром. У меня три вида мяты. Мята классическая, как я ее называю, такая, которая есть на каждой даче, на каждом огороде, растет сама. Но у меня есть более яркого вкуса мята. Это конфетная с темными черешками. Вкус у нее, как у карамельки. И эту мяту мы растирать не будем, она слишком яркого вкуса. И также вот такая вот пепперминт, перечная мята, тоже растирать не будем. Растирать мы будем мяту обычную, крупнолистную. Я взяла вместо ступки вот такую вот кружечку. Нарву туда листья хаотично, совершенно не важно, как вы это сделаете. При растирании с сахаром будут травмироваться листки, и мы получим наш мятный сок. Эту кашицу мы помещаем в графин, добавляем лимон, лед и другие виды мята. У меня сегодня не очень много льда наморожено, поэтому я хочу поделиться с вами еще одним секретом. В качестве льда вы можете использовать любые замороженные ягоды. У меня, например, есть замороженная вишня в любой напиток. А также замороженный лимон. В летний период свежий лимон долго не хранится. Если вы нарежете его дольками и заранее заморозите, он у вас будет удобен как для чая, долго хранится. Также будет охлаждать любой напиток, и вы можете просто добавить его вместо льда. Заливаем отфильтрованной водой или кипяченой охлажденной. Освежающий напиток в жаркий день позволит вам чувствовать себя намного лучше. Еще один вариант освежающего напитка – яблочная вода. Ингредиентов для нее потребуется еще меньше, а вкус у напитка тонкий и приятный. Сначала я высыпаю буквально на 5 литров, ну, может быть, 2 трети стакана сахара. Зависит от того, какую сладость вы любите. Можете, в принципе, вообще не добавлять сахар. Для того, чтобы сахар растворился, я использую уже теплую, уже не горячую, но еще теплую воду. Яблоко можно кинуть, для красоты можно не кидать. Перемешаем сахар. Добавляю еще отфильтрованной воды. Также я предлагаю добавить еще базилика, тот, который не был заварен кипятком, свежего базилика. Я использую зеленый, не красный. Красный, мне кажется, больше подходит для овощных блюд. И кладем лед. Дайте настояться буквально несколько минут, и ваша яблочная освежающая вода готова. Другие рецепты и дачные лайфхаки вы можете узнать, посмотрев сетевой проект телеканала «Самара ГИС» «Дачные секреты семьи Семизоровых», который выходит по вторникам, четвергам и субботам. Виктория Шарая, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова